Кавказ Цемент 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 В Центре занятости населения по Черкесску состоялась встреча руководителей отделов с журналистами. Рассказали, что к ним обращаются не только с целью поиска работы, но и смены профессии. Открытие своего дела в Центре занятости населения может обратиться любой гражданин, желающий поменять профессию или найти работу. Помогают трудоустроиться инвалидам на оборудованные для них рабочие места и молодым людям от 14 до 18 лет найти временную работу в период каникул. Соискателями осуществляется комплексная работа по всем направлениям. Сотрудники Центра стараются найти индивидуальный подход каждому, чтобы выявить основные потребности. Клиентам предлагают разные услуги, прохождение профориентации, психологической поддержки, помощь в создании резюме, всячески помогают определить сильные и слабые стороны. При желании клиента направляют на бесплатное обучение по интересующей специальности. Для оказания этой услуги он обращается в службу занятости. И уже непосредственно специалисты нашего отдела профориентации, профобучения, знакомят его с перечнем курсовой подготовки. По необходимости проводится с ним работа по профориентации, возможно провести тестирование, определить его профессиональные склонности и выбрать уже непосредственно специальность, по которой желательно гражданину данному пройти обучение. Обучение будет проходить только в том учебном заведении, с которым уже служба занятости заключила договор. Я могу сказать, что в прошлом году у нас прошли обучение 89 человек. Из них были женщины, которые находятся в декретном отпуске, 6 человек. У нас прошло обучение пенсионер, который стремился возобновить трудовую деятельность. У нас были 6 человек инвалидов молодого возраста. У нас были 76 человек из числа безработных граждан. В военном комиссариате Крачева-Черкесии наградили участников специальной военной операции государственными наградами. В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации. Участники СВО, уроженцы нашей республики, получили медаль Суворова, Жукова и медаль за отвагу. В соответствии с указом президента России орденами мужества посмертно были награждены Дмитрий Глебов, Артур Джужуев, Авбекир Чучаев, Асмат Попшуов, Аслан Бекиров. Кроме того, медалью за воинскую доблесть второй степени посмертно награжден Радик Курбанов. Благодарность за ваших детей, сыновей, мужей, отцов, за то, что вы их воспитали такими, и за то, что они не подвели вас и не подводят, находясь там, уничтожая фашизм в зародыши. В честь вам и хвала, низко кланяюсь, передаю огромнейший привет от председателя Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Всем огромное человеческое спасибо от нее и огромное уважение. Ваши родные, наши земляки, в прохождении совершили воинский долг, чтобы выполнить честное достоинство. Для нас они настоящие герои. Конечно, словами не верю дать ту утрату, которую потеряли брата, отца, сына. Но мы никогда не забудем то, что они сделали для нашей Родины. Они навечно останутся в памяти, и память о них будет сохранена. Для которых 315 личных подворьев. Прекрасное предприятие с высокими технологиями, с хорошими стандартами. Логически чистая продукция. И задача сегодня одна. Только тиражировать такие проекты, особенно в Карачаево-Черкесии, потому что здесь климатические условия, уже компетенции позволяют. Вот таких проектов больше. Мы договорились о том, что будем поддерживать на федеральном уровне именно строительство овощей и плодохранилищ. Это крайне важно. Во-вторых, обсудили, как раз эта информация не только у нас есть, но и от производителей, что есть некая недобросовестная конкуренция, в том числе с производителями из недружных для нас стран. Поэтому мы сейчас с Россельхознадзором вернем справедливые подходы к конкуренции, для того, чтобы наши производители себя на отечественных прилавках чувствовали комфортно. Им не приходилось с польским яблоком конкурировать с яблоком непонятного качества и непонятной системой доставки. Поэтому здесь хочу пожелать успехов таким командам, потому что и оборудование современное, и культура производства очень высокая. И самое главное, что на такую продукцию в стране крайне высокий спрос. В ходе рабочей поездки делегация Совета Федерации побывала и в социальном пансионате «Гармония». Председатель комитета по социальной политике Инна Свитенко знакомилась с условиями проживания и оценила творческие достижения жильцов социального учреждения. Али Баташев подробнее. На балкон вы ходите? Да. Смотрите, что там расцвело, да? Очень хорошо. Нравится вам? Условия проживания, питания, качество, оказываемые медицинской помощи. Первое, на что обратила внимание, председатель Совета Федерации по социальной политике Инна Свитенко. Сейчас в социальном пансионате «Гармония» проживают 78 человек. Комнаты рассчитаны для двух человек. Есть все необходимое, говорят жильцы. Здание все хорошее, все новое. Условия как? Условия прекрасные. Видите же, мы как живем. Так что у нас не только комната, у нас и балкон еще оборудованный хороший. Людей в белых халатах в социальном учреждении можно встретить практически везде. Есть физиотерапевтический кабинет, где специалисты быстро окажут первую медицинскую помощь. У нас на каждом этаже медицинский блок, который круглосуточно работает. То есть наши жильцы находятся под контролем медицинского персонала. Мы, конечно, оказываем первичную медицинскую помощь, но все-таки мы имеем связь с медицинскими учреждениями. При необходимости мы записываем к узким специалистам, вывозим наших жильцов в больницу, в поликлинику. Там им делают назначение и дальше уже потом они пролечиваются. Новый корпус пансионата был сдан в эксплуатацию в августе прошлого года. После заселения Валентин Гульманов сочинил песню о новом доме. Он исполнил ее на концерте. Концерт не обошелся и без кавказской лесгинки, которую с удовольствием танцевали все желающие. Кроме комфортных условий проживания и медицинского обслуживания, члены делегации высоко отметили творческие достижения, оптимизм и гостеприимство жильцов пансионата. Каждый постоялец очень хотел, чтобы зашли именно в его комнату и показать, как он проживает. Поэтому, конечно, здесь особая атмосфера, особая аура, особое отношение тех людей, которые работают. И я очень рада, что люди старшего поколения, с одной стороны, очень заняты, и с другой стороны, это сильно продлевает продолжительность жизни. В завершении встречи жильцам пансионата пожелали крепкого здоровья и активного долголетия. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Всемирный праздник спорта и здоровья утвержден в 1948 году. Как отметили эту дату в школе села Счастливое Прикубанского района, расскажет Алла Качиева. Укрепление здоровья и закаливание детей занимается физическая культура и спорта. Здесь, в Счастливинской средней школе, это уже традиция. Важно пропагандировать здоровый образ жизни, здоровое питание и движение. Особенно этот вопрос актуален на сегодняшний день, потому что у большинства очень сильная работа и очень много уроков. И детей надо приучать к занятиям спорта. Без здоровья нет морального благополучия и нравственного благополучия. Как говорили великие, в теле должно быть все прекрасно. Здоровый образ жизни влияет на успеваемость. Со школьной скамьи нужно развивать и физические качества детей. Силу, ловкость, выносливость, быстроту. У них формируются не только мышечно-двигательные навыки, правильная осанка, но и отношение к жизни. В школе села Счастливая – 208 детей. Они очень любят спорт и все свое свободное время проводят здесь, на стадионе. Я сама приверженец спорта. Я очень люблю наблюдать спортивные соревнования. По молодости сама активно занималась спортом, участвовала в соревнованиях и по волейболу, и по баскетболу. Являюсь очень страстной болельщицей. К нашей великой радости у нас нет детей, которые курят. У нас нет детей, у которых есть вредные привычки. Это благодаря спорту, я думаю. Счастливецы от того и счастливы. Сегодня школьники с удовольствием присоединились ко всероссийскому флешмобу и в очередной раз продемонстрировали свои спортивные навыки в различных эстафетах. Таких как перепись населения, сороконушка, не болей, в магазин за продуктами, книжные гонки, пальцы веером, закинь ведро, достань ключ. Нравится то, что все бегают, играют, веселятся. Да, он очень хороший. Мы весь день проводим на свежем воздухе. День здоровья уже был с давних времен. Все его отмечают, все в этот день веселятся, проводят соревнования. И тут очень весело. Участники команд получили заслуженные награды и массу положительных эмоций. Алла Качиева, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачева, Черкесия, Прикубанский район. Сегодня мы продолжаем говорить о таком заболевании, как полиамилит, его последствиях и способах избежать заражения. Напомню, что это опасное, даже смертельное заболевание было буквально у порога нашей республики. Но благодаря своевременно принятым мерам, многих трагедии удалось избежать. Предлагаем вашему вниманию вторую часть актуального интервью Мадина Каракетова с главным врачом Крачева-Черкесской республиканской детской больницы Тамарой Лайпановой, которая расскажет, от каких заболеваний необходимо еще предостеречь детей, а также докажет полезность и важность прививок. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Продолжение следует...